Краткое резюме относительно матча и вашего видения всего. По матчу могу сказать, что игра была практически равная и счет равный. Дело в том, что мы немножко от себя ожидали другой игры, более комбинационной, но то ли начало, то ли старт. Я уже не ссылаюсь на то, что мы первую игру играем этим составом, до конца еще приезжали люди, конечно, с листа играть довольно-таки сложно, но вот эта скованность, которая была, боязнь ошибиться, она приводила к тому, что удлинили мы игру совершенно не свойственно. Надеюсь, что потихоньку мы это все выправим, а так больше добавить нечего, еще раз повторюсь, в принципе игра была, наверное, равна. Ну, то есть можно, да, вот правильно вы говорите, у вашей команды играла с листа и вообще, как бы, да, вот говорят, по весне все кушки серые, ну, старт перенос тут, любой может у любого отобрать. Здесь не аутсайдеров, да, и не фаворитов, как говорится, еще нет, но все равно ваша команда по подбору игроков-то, да. Ну, подбор это еще мало, играет же не фамилия, надо еще суметь всех одной нити объединить, а это, да, практически что, ну, начали мы работать с 23-го числа и подъезжали, подъезжали игроки, и, в общем-то, мы еще и до конца не скомплектованы. Поэтому, безусловно, наша задача сейчас, в общем-то, как можно меньше терять очков, то есть выиграю, при этом постепенно отложу игру. Постепенно отложу игру. Вадим, у вас очень сильный именинник у нас, в общем-то, в самом конце, он не готов функционально просто еще? Ну, нет, ну, не в том, функционально, с моей точки зрения, сейчас в команде не готов никто, на 100%, поэтому, кто выйдет в первом тайме или во втором, в общем-то, не столь важно. Важно, чтобы это было усилением игры, но я думаю, что только вот с этим связано, не то, что он не готов. Но, по-моему, все, так сказать, еще не в лучшем состоянии. Как прогнозируют Евру Новичка, который практически не тренировался командой, нет фулинг с ЦСКА? Ну, то, что, как бы, он пришел и пытался понять, во что играет команда, а вот, это, ну, понятно, игрок, который, может, технически оснащен и, в принципе, обученный тактически. Ну, немножко они в первом тайме не подняли задумки с Кузнецовым, они оставили одного мячка в центральной зоне, а у нас три центральных полузащитника, которые должны взять игру под контрольную. Они в первом тайме вообще от него не ушли, и, так сказать, в подоле, которых было два хава, мы не в состоянии были бы их переиграть. И вот игра такая была то туда, то сюда, как на качелях, то есть не было стройности, не было полного контроля мяча. Думаю, что вот где-то из-за того, что не совсем тактически правильно сыграла тройка. Ну, я сижу, что-то.